Все человечество сейчас находится в сладком томлении, в ожидании самого сказочного и любимого праздника. Кто-то уже установил елку, кто-то оставит ее приобретение на последний момент. А я предлагаю подойти к делу украшения дома серьезно и поэтапно. К примеру, сегодня я вам расскажу о том, как смастерить гирлянды своими руками и куда их повесить. В юные годы на уроках труда нам всем приходилось корпеть над бумажными гирляндами. Не задвигайте в дальний угол эту идею, достаньте цветную бумагу, клей, ножницы и включите фантазию на максимум. При должном подходе такие гирлянды станут стильным акцентом в вашем новогоднем декоре. А сейчас небольшой мастер-класс, как сделать вот такие бумажные колеса. Вырежьте три одинаковых прямоугольника, соберите их в гармошку и при помощи степлера соедините в цельный круг. Сделайте несколько колес в схожей цветовой гамме или разбавьте одинаковые небольшими кружочками. Распечатав шаблон объемных фонариков и склеив его следуя схеме, вы сможете оживить свою прошлогоднюю электрическую гирлянду. Веселое цветное украшение можно собрать из валеных шариков. Какую технику выбрать, сухое валяние или мокрое, решать вам. Результат вас порадует в любом случае. Не забывайте также и о верном спутнике холодных зимних вечеров – теплой пряжи. Вы можете смастерить из нее кисточки и собрать их в гирлянду, скрутить нитки в огромные жгуты или просто нанизать клубки на шпагат. Получится весьма оригинальный уютный декор. Еще один материал из рукодельного детства – это вата. Мы раскладывали ватный снег на ветвях елки и на подоконниках, мочили ватой и с ее помощью весили дождик на потолок. Сейчас же я предлагаю сделать самую настоящую снежную стену. Нанижите ватные шарики на невидимые нити и завесьте такими мини-гирляндами всю стену. Какой может быть праздник без мерцания и сверкания звезд? Не спешите снимать такие гирлянды после Нового года. Они станут отличным повседневным декором и добавят натку волшебства, скажем, в комнату ваших детей. Если вы любитель всего натурального, то следующая порция гирлянд для вас. Любой подножный материал можно использовать в своих праздничных целях, будь то береста, перья, шишки или сухофрукты. А набрав в лесу виноградной лозы и связав ее шпагатом в длинную гирлянду, вы сможете необычно и стильно украсить свой камин к Рождеству. Одноразовые бумажные стаканчики также сослужат вам неплохую службу в деле украшения жилища. Можно расплющить их и украсить буквами, а можно наподобие абажуров завесить ими огоньки электрической гирлянды. Оригинальные и модные сейчас макароны, а точнее их мини-версии, можно смастерить из пивных крышек. Склейте две крышки, предварительно вставив между ними петельку, и украсть их глиттером по бокам. Что ж, с гирляндами мы определились, осталось только придумать, куда их повесить. Оглянитесь вокруг, и вы найдете немало неожиданных мест, которые так и ждут, чтобы их украсили. Изголовье кровати, шкаф, зеркало, букет из сухих веток или забор, ведущий к вашему дому. Добавьте частичку праздника повсюду и почувствуйте стремительное наступление Нового года уже сейчас.